Концерт под окнами организовала столичная администрация в честь дня рождения ветерана Великой Отечественной войны Елены Зюряевой. Ей накануне исполнилось 100 лет. Мэр Махачкалы Салман Дадаев поздравил ветерана войны, вручил ей цветы и подарки. Алина Багилова расскажет подробности встречи. В прошлый раз, когда я к вам пришел поздравить в преддверии 9 мая, я вам пообещал, что ближе к параду и после мы обязательно с вами встретимся и отметим ваше день рождения. Я даже вам обещал ресторан. Прошу прощения, но в связи с такой ситуацией, дабы не подвергать опасности здоровья вас и вашего и других ветеранов, мы решили, учетом ситуации, Елена Игоревна, вы у нас уже простите, пожалуйста, именно в такой обстановке, но все же отметить ваше день рождения. По рассказу, она единственная, кто выжила из всей семьи. Мать, три брата и две сестры умерли с голоду, а ее в Махачкалу привез сосед, спрятав сумки среди вещей. Елена Егоровна Зюряева или баба Лена, как ее называют соседи, была рада встрече и такому вниманию. Я обещала слово. Да, я даже вот дожила. Ну, дальше не знаю. Не-не-не, у нас было там несколько моментов. Мы же должны вальс танцевать с вами. Вы помните, говорили, вот с такими каблучками туфельки у меня есть, вы говорите. Елена Егоровна живет одна, но ей помогают соседи и социальные работники. Не остается баба Леной без внимания со стороны администрации, представители которых регулярно навещают ветерана, помогают в решении проблем. Я рада, что знакома с бабой Леной и говорю о том, что этот мужественный такой человек, добрый, отзывчивый, она заботливая, любит, помогает всем. Я к ней, как к бабушке к своей, люблю ее, желаю всего хорошего. Живем больше 30 лет с соседями, общались вместе, а потом муж умер, и мне неудобно было ее оставить. Вот сейчас тоже я выхожу себе что-то купить, я говорю, что вам нужно. Я все время говорю, бабы Лену только на руках не несут и правительство наше, и простые люди. Большое уважение есть, большое это есть к ее старости. Время неумолимо. С каждым годом тех, кто лично застал события 41-45-х годов, остается все меньше и меньше. Хранить память и нести ее дальше – это главная задача поколений. Алина Багилова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ Махачкала.